Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, мы уже начинаем. И у нас в студии специалист по этикету А.С. Траутман. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Для политиков, я понимаю, ведь очень важно соблюдать какие-то, ну не какие-то, а специальные правила. И незнание этих правил может привести к дипломатическому скандалу. По-моему, сколько раз уже говорили, к английской королеве нельзя вообще прикасаться без ее разрешения. И все-таки периодически какие-то политики пытаются ее приобнять. То Трамп, то премьер-министр Австралии. Когда это было в 92-м году, это вообще привело чуть ли не к разрыву отношений. Вот что, как выжить политику таких, насколько важен? Есть ли какой-то разработанный, расписанный этикет, где-то книжка, где вот все-все написано? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вы сейчас говорите не об этикете, а о протоколе. Это протокол, который относится к людям, которые там президенты, короли и так далее. Значит, и да, у каждой империи есть всегда свой, ну, монархии, там, как у кого, да, сейчас королевство, да, и так далее. Есть свой, собственно говоря, протокол, да. И теперь он чуть-чуть меняется тоже, да, потому что 21-й век. И уже, как в Англии сейчас мы знаем, что принцы уже взяли в жены совсем, ну, простых девушек. Ну, и девушки иногда там делают свои коррекции, да, конечно, королеве это не очень нравится. Но здесь вопрос один, это надо на месте понять, что хочет королевство, как оно будет развиваться, и какой у нее будет протокол. Она откажется от этого или нет. — Госпожа Стратман, у меня такой вопрос. Вы, как специалист по этикету, когда смотрите любые новостные выпуски, вы ведь их смотрите немножко по-другому, да? Вы же понимаете, что кто-то там не так пожал руку, не так хорошо. — К сожалению, так, да. — Да, какие, ну, может быть, последние какие-то события, которые вы четко понимаете, о, боже мой, это нарушение не просто этикета, а это вот фантастическая дерзость, например, или дерзость, или, может быть, это может привести к какому-то скандалу? — Вы знаете, скандал всегда можно сделать. Например, сейчас только что, буквально неделю тому назад был скандал насчет супруги украинского президента, да, что она как-то не пришла, так одета. Может быть, вы тоже видели, помните, да, ну, где-то там, только-только. Ну, во-первых, когда меня спрашивали про это анализировать, я сказала, что, во-первых, я там ничего не вижу такого, чтобы там разразился скандал. Ну, кроме, может быть, такой маленький нюанс, но это маленький нюанс, но, по большому счету, она была в порядке. Тем более, посмотря на эту женщину, ну, скажем так, понятно, что она интеллигентный человек. Но здесь, я думаю, я думаю, что здесь не одежда президента, но тут где-то политику подсунули уже под ее одежду. — Ну, то есть используют это как предлог. — Да, тоже можно сделать. Это такой, честно говоря, по-моему, это за мои 25 лет, это первый раз, ну, для меня, скажем, да. Я же не всех в мире там смотрю и консультирую или анализирую, да. Да. Ну, и, знаете, ну, да, конечно, бывает разное, но, скажем, насчет Трампа, ну, он как-то уже чуть-чуть тоже учится. — А то был совсем диким, да? — Ну, у него была такая интересная, такая, он когда жал руку кому-то из своих гостей, у него была такая манера дергать этого человека к себе, да. Теперь он уже так не делает. — А как положил вот руку на колено президенту Финляндии, вот когда во время беседы, это вообще можно так вот прямо так вот чуть ли не дружески? — Понебратски, да. — Ну, знаете, я скажу так, то, что происходит за кулисами, это уже дело другое, может быть, они хорошие друзья и так далее, но я всегда сторонник того, что если ты находишься в публике, то, извините, будем все как положено. — Так, как полагает протокол, как полагает этикет, и все так, потому что, ну, я всегда говорю так, я могу, ну, мы с вами не друзья, мы как бы у нас меня пригласили, ну, скажем, если бы мы полчаса тому назад были все в гости и праздновали юбилей, и вот сегодня я здесь как представитель этикета, и мы здесь, ну, говорим, да, там обсуждаем какие-то вопросы, то это не значит, что я должна вас называть на «ты», и вы меня тоже. Ну, это так везде. Здесь официальная передача, мы официально обсуждаем работу. И вот эти моменты люди, которые не учились, и я не думаю, что Трамп очень учился этикету, извините. — И протоколу тоже. — А кто из, на ваш взгляд, из мировых лидеров самый подкованный в вопросах этикета, а кто самый менее подкованный? Я могу для примера привести, мне кажется, это какой-то 2000-е годы были, когда к Путину на прием приехали главы мировых государств, и он принимал их в свои резиденции, и они шли по дорожке подъездной, пешком к нему, и вот он стоял и их встречал. То есть еще на стадии приветствия он показал, кто здесь главный. Это такой момент немножко такого унижения, когда главы мировых государств идут к нему по подъездной дорожке, их не довезли до конца. Таких ситуаций море. Вот кто, на ваш взгляд, в мировой политике сейчас? — Ну, в принципе, там надо знать, почему, где тут, как там, потому что одно дело, когда ловит момент, и это преподносят журналисты. И, извините, это не про вас, я не знаю, но в любой ситуации журналисты это любят делать. И если он чего-то там нашел, и тут, вау, скандал уже, все такое. — Стоит по этикету, кстати, комментировал эту ситуацию в свое время. — Нет, ну, я этого не видела, поэтому я не могу сказать, но если, вы понимаете, ему тоже может предложить и сказать так, вот здесь было так, да? Ну, там надо смотреть, я этого не видела, я не могу это комментировать, это будет некорректно, ну, к определенным людям, да? Но я скажу так, что всегда свой протокол умеет Путин, и как бы там ни было, но все-таки и школа в Москве тоже одна из лучших дипломатических школ. — Хотя его критиковали вот в отношениях с Меркель, по-моему, когда он ей, по-моему, подарил букет цветов, это сочли, ну, вот, нарушением тоже этикета, хотя он говорил, что как раз-таки это, ну, наоборот, подчеркивает уважение к женщине, которая традиционно в России. Ну, то есть вот женщина, как вот, он ее воспринимает не как политика, а как женщина. — Ну, тут опять-таки я могу сказать, что я всегда говорю, что, извините, если ты политик, то на работе ты не женщина. И когда ты выходишь из, скажем, из нашего Сейма, да, вот тогда ты начнешь быть матерью, женщиной, там, дочерью, мамой, бабушкой и так далее. Но пока ты в Сейме сидишь, ты не женщина, ты депутат. — Вот по поводу Сейма, как у наших политиков с этикетом и вообще, и с протоколом в том числе? — Ой, очень по-разному. Они так меняются, знаете. — Так, так быстро не успеваешь привыкнуть? — Не, ну, там есть, конечно, люди, которые подольше сидят, но я скажу, что очень плохо с женщинами. Они никак не понимают, они хотят быть большие начальницы и депутаты, но они... Я не про всех, да, но в основном и не хотят подчиниться тому, что от них требуется. — То есть где-то остается внутри желание, чтобы за тобой ухаживали, открывали тебе дверь или что вы сейчас имеете в виду? Ну, нельзя сидеть министру в какой-то там клетчатой одежде, да, как-то в блузке, которые наполовину открыты, там непонятно за что и чем. И что я хочу делать в Сейме с полуоткрытой грудью, извините. Грудь надо оставить для дома. — Это, например, пошел в политику, оставь грудь дома. — Да, вот так вот. А нет, я имею в виду в плане поведения. И в плане поведения между собой, и с избирателями, и на общественных СМИ, когда их приглашают. — Да, вы знаете, я скажу так, что когда человек начинает какую-то новую работу, он должен, во-первых, не праздновать, что он стал министром, депутатом или политиком, или известным человеком, но он должен подумать, что ему надо, чтобы сделать свой образ. — Потому что когда человек заходит, ну, все равно, где он заходит, сразу видно, кто зашел. Зашел человек со стержнем, человек, который понимает, кто он такой, да, или человек, кому, собственно говоря, все равно. И я всегда говорила то, что, ну, например, я, когда я стала дипломатом, я честно скажу, через три дня я пришла, я тогда работала в вузе, читала лекции в университете, и я пришла, я прочитала такую маленькую книжечку, это была не книжечка, это было откуда-то сделанное, ну, в МИДе, в Латвии в 90-е годы, мы же были первые дипломаты, да, и такую книжечку, что надо, как надо, чего надо, да, ну, как, 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 высокопоставленному дипломату, естественно, да. Ну, я пришла домой, я открыла свой шкаф, все, что там было, все положила и, как бы, отвезла, отдала своей свекрови. И начала делать тот образ, ту одежду, те костюмы, что мне нужно для работы как дипломатура. Образ, он обязательно должен совпадать, ну, совпадать с тем, что действительно человек из себя представляет, или это, ну, получается же обман, человек может, мы все прекрасно понимаем, что это как Фейсбук, вот мы, или там Инстаграм, мы выкладываем фотографии, вот я там на отдых, ну, хотим показать, вот как он, может быть, себя лучше. Вот этого не надо. Может быть, вот себя, вот так вот с политиком, как это будет? Насчет Фейсбука или насчет чего? Нет, я, ну, насчет Фейсбука, вот, ну, до этого мы сейчас тоже дойдем, вот, но образ политика должен совпадать с тем, что он из себя представляет, или он должен быть лучше, или что это такое, вот мы создаем образ, какой образ? Да, я расскажу. Одна такая, ну, известная женщина, я, естественно, не назову ее фамилию, в Латвии мне, вот, английская королева приезжает в Латвию тогда, да, и она мне звонит, ты знаешь, я вот в Америке, и я вот сейчас стою, вот из Америки мне звонит, да, что вот какую, ну, она знает, что она пойдет на встречу с ней, и вот какой ей, какую одежду, я ей там, ну, все рассказала, что там, тем более, что это не очень, ну, не очень было сложно. Она купила, она потратила 10 тысяч долларов, представляете, какой костюм купила, но она выглядела ужасно, и вы знаете почему? Потому что человеку надо уметь нести свою одежду, и я всегда говорю, ни один Версачи нам не поможет, если у нас не будет манеры, там, не умеем сидеть, не умеем улыбнуться, не умеем говорить, не умеем, и все, и ничего не поможет, поэтому ты можешь одеться, но все равно на тебе это не видно. Насколько легко взрослые люди перекраивают свой образ? То есть сегодня вот мы здесь с вами сидим, да, завтра мы все дружно пошли в политику и начали работать над своим образом. Какой процесс, вот как долго, с чего вообще начинается, может быть, да, что самое сложное для людей уже устоявшихся? Вы знаете, как ты скажешь, спит-икс? Какой? Спит-икс, как ты скажешь? Спит-икс? Спит-икс, ну такой упрямый. Есть люди, которые очень упрямые, он упрямый по жизни, как я говорю, да, и он будет сидеть и говорить, что вот не буду я этого делать, и все. Но я сейчас тоже не буду называть, но очень многие депутаты САЭМа очень изменились за эти годы, и все-таки благодаря мне. И они начинали даже звонить, и там из-за границы, там вот такой вот, мне вот такой подойдет галстук, например, и когда мужчина это делает, и он хочет наконец-то все-таки понял, что и как ему это, и так далее. Ну, женщины это еще как-то понятно, но они как раз и не звонят в основном. В основном-таки звонят мужчины? Да. Да, ну вот как раз хотел сказать, а с чего вообще начинается процесс изменения? Вы как-то осматриваете человека, говоришь, так, жест у вас не очень, одежда тоже, говоришь, там, слишком быстро, медленно, тихо, или как происходит? Ну, ему надо, если он говорит тихо и медленно, то ему надо, я этим не занимаюсь, потому что там ему надо идти и насчет речи уже. Но вы целиком можете сделать анализ человека? Вот он говорит, я хочу быть депутатом, вы его так просканировали, и говорите, надо вот это, вот это. Мне даже приносят иногда свои вещи ко мне. Оценить, посмотреть можно. Ну да, это идет или не идет, и так далее. Я никогда, ну, я не дизайнер. Я по этикету говорю, да, потому что там человеку нужен и дизайнер, и то плохо, что у нас в Латвии очень мало наших дизайнеров одежды, которые знают именно деловой этикет. И он сделал что-то там, вау, и я потом вижу и говорю, а вот не вау, а вот там это, это, это и это. Что мода и этикет, это разные вещи иногда бывают. То есть сел на кресло, и вдруг штанина задралась, и видно там чуть ли не голую ногу с носками. Ну, чуть ли не голую. И волосатую иногда. Да, вот по поводу наших политиков. Есть ли вот у вас такой нелюбимец? Вот вы понимаете, ну, бесполезно. Работаешь, работаешь, все равно какая меньше. Не, ну, обычно те люди, с которыми я работаю, у нас все получается. Ну, не все же ко мне приходят. Вот он сидит, человек, ну, скажем, депутат, уже довольно, ну, такого серьезного возраста, жутко красными волосами. Но это уже сразу видно, что человек в детстве не поиграл. Ему надо играть еще в 50 лет, да. Тем более я бы не сказала, что это очень красиво выглядит. Чтобы ей там прям, ну, так подошло, что, ай, ну, ай, ладно. Ну, пусть сидит с черными, с красными волосами, да. Ну, не скажем так. А вот буквально недавно, когда была инаугурация президента Эггелла Левитса, многие, ну, были обижены тем, что приходили приглашения на одну персону. Ну, это я уже скажу сразу, это был большой казус. То есть так делать категорически нельзя? Ну, я не зря в телевидении сказала, что можно было прийти и в, ну, в палтку стрима, как это было. Ну, да, 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 в палтку стрима, да. В купальнике, в бикинике. В купальнике. В купальнике, в больнике. Да, нужно было прийти. Потому что, во-первых, если инаугурация, ну, как бы с людьми, которые, например, с ним будут работать, да, и там не нужны жены и так далее, тогда не надо спрашивать, чтобы люди одевали вечернее платье и вечернюю одежду. В четыре дня люди в вечерних платьях не ходят, во-первых. И в, ну, в смокингах тоже не ходят. Там была такая каша, что такую кашу я никогда в жизни нигде не видел, не слышала. Потому что там, скажем, были люди, которые, например, из театра в Ваумере была семья, муж и жена. Вот почему, вот, вот, что президенту так срочно надо от этой семьи, извините, да, что они были приглашены с семьей. А остальные по одному? Ну, там еще многие были с мужем и женой, ну, муж и жена и так далее, да. Тогда, извините, если это рабочие, тогда вот в рабочем костюме приходи, мы будем поговорить. Почему президент был тогда со своей супругой, извините? Это же деловая встреча в четыре дня, простите. Ну, в четыре это день, в 16, по-моему, 16, 16, 30 там, какое-то такое время было, около 16. Ну, тогда будем работать. И зачем же в рабочее время надо пить алкоголь? Это же рабочий визит как бы получился, да. Так что там, кто там все это накрутил, я не могу вам объяснить, да. Но там все было или не продумано, или сделано специально. Ну, я не могу это вам сказать, потому что я не знаю. А привычка, например, ну, американских или вот английских политиков там класть ноги на стол, ну, мы все помним, что, да, Борис Джонсон, по-моему, как-то. Да, вот, извините, извините, да, вот как раз я тоже подумала этот момент, да, когда вы говорили, что, ну, кто-то чего-то, вот я сказал, вот увидит там журналист чего-то, да, ну, потом он как-то там как бы извинились, что он как бы так на шутку и так далее. Ну, я не поверила этому, ну, ладно. Да, ну, вот сейчас, например, тот же, кстати, Борис Джонсон, как он, как вот он вам с точки зрения специалиста по этикету? Никак. Это не ваш клиент? Нет. Почему? Нет, ну, как, ну, во-первых, как бы человек должен, ну, как бы там привести какую-то там, потому что по прическе тоже определяет человек, что у него здесь. То есть вы посмотрели пока в предмашинскую? Нет, я вообще на него смотреть не могу. Серьезно, вы просто настолько волнуете? Нет, 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 он, как вы говорите, он не мой клиент. Нет, но он всегда сохраняет зато, по-моему, какую-то невозмутимость в любых идиотских ситуациях, когда он там помповис на какой-то посередине улицы, он должен был на канатной дороге пролететь по канату, он застрял посередине, и он висел, ну, то есть он висел, пока его снимали, это, наверное, полчаса прошло, то есть это было… А что ему было делать? Да, он бедняга, но он сохранял лицо, он улыбался, махал рукой там. А тебе не кажется, что вы просто очень часто попадаете в такие ситуации? Может, можно для начала просто в парикмахерскую сходить, привести голову в порядок? Нет, ну, всё-таки прическа очень-очень говорит о человеке, да, тем более, что сейчас, если когда-то был такой дурной тон, я так скажу, да, что там у мужчины там, ну, как бы, лысина появляется и всё такое, ну и что, теперь это даже нормально, наконец-то дошли до того, что это ничего, это нормально, ну, для мужчины, даже для женщины нормально. У нас есть звонок, мы попросим вас надеть наушники, и здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, представьте ваш вопрос к гостю. Доброе утро, я прежде чем вопрос хочу спросить у вашей гости, это вы были когда-то консулом в Питере? Я не была консулом, я была генеральным консулом. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста, извиняй. Потому что, извините, пожалуйста, вы уже однажды, несколько лет назад, на радио «Болтком» были, ну, тоже так же выступали. Да, помню. Я запомнил, да-да, вот, и я тоже запомнил. Значит, вы тогда говорили, что это не соответствует ни этикету, ни протоколу, когда на официальных встречах с женщиной в брюках. И я, когда вижу каждый раз Ангелу Меркель, вспоминаю вас, и вас, вот это вот, как что-то изменилось теперь в этом плане, можно уже теперь женщинам носить брюки? Спасибо, да, понял. Это вам надо спрашивать у Ангела Меркель, почему она так одевается. Нет, ну, можно по протоколу? Я ее, нет, ну, видите, господин чуть-чуть, чуть-чуть недопонял меня, да. Если женщина идет, например, с мужчиной, который ее провожает, и он, скажем, в смокинге, тогда женщина не ходит в брючном костюме или в брюках. На данной ситуации нет никакой проблемы, когда женщина находится в брючном костюме. Это деловой костюм, который разрешается. Вот, в 1976 году в Париже запретили деловым женщинам, почему и сейчас мы никогда еще до сих пор, потому что пару лет тому назад отменили этот закон в парламенте, да. И до сих пор французские женщины до сих пор еще не ходят в брючном костюме. У них столько, много лет это было запрещено. Но в каждом государстве есть свое. Как это? Но господин чуть-чуть недопонял меня. А если политик приезжает в другую страну, то есть он, получается, должен ли он соблюдать этикет? Потому что даже, по-моему, вот Мишель Обама ее критиковали, когда они приехали в Саудовскую Аравию, и она пришла, значит, на встречу королю с непокрытой головой. То есть она должна была покрыть голову по местным законам. Но я понимаю, что для нее это, может быть, было не то чтобы вызов, но она не хочет выглядеть, принимать эти, показать какое-то подчиненное. Ну, во-первых, насчет Саудовской Аравии здесь как-то уже буквально на последние годы там очень большие изменения, потому что они жили как в 15-16 веке, да? Я не буду останавливаться очень долго над этим, да? Но во всяком случае, когда Путин приезжал с одной женщиной, да, которая была перед вот этой, что вы сейчас говорили, да, перед этой поездкой, там женщину не пустили, потому что, когда я летела в Саудовскую Аравию, я зашла в этот, ну, самолет, и все так на меня посмотрели, так, потому что я без, без, ну, этой одежды, да? Ну, а когда я уже, и это несколько часов, ну, так, ну, так на меня смотрели, как на, не скажу на кого, да? Да, ну, потом я одела определенную одежду, уже все посмотрели по-другому, и вышла из самолета, как там положено. Я всегда считаю, что если мы приезжаем куда-то, то мы должны просто уважать эту страну и эти порядки. Это, знаете, я всегда говорю так, ты же не приходишь в чужой дом и не начинаешь передвигать мебель. Тебе не нравится этот дом? Не приезжай. Если это твоя работа, ну, работа есть работа, не всегда все у нас в работе нравится. Но это, к сожалению, тогда работает в одностороннем порядке, то есть приезжают туда, мы играем по их законам, они приезжают сюда, не играют, они играют, опять же, по своим правилам. Ну, вот это уже другое дело, там уже так, как-то так, вот. По простому образом? Извините, но я скажу, что не всегда все приезжают, и тем более, что как они ходят со своими одеждами мужчины, да, это уже как-то, это уже религия. И тут уже другой вопрос, религия и протокол, и тут уже так, он религиозно оделся, а женщина, ну, как, не религиозно, она не одевается религиозно, она одевается, потому что она должна себе не показать чужому мужчине. Простому человеку вот несколько правил. Как ему смотреть новости? Потому что есть какие-то такие крички. Спокойно смотреть. Это понятно, крички такие, звоночки, когда это просто даже обычный выпуск новостей становится интересным. Там кто-то из лидеров пропустил одного, другой там не прошел, и вот у них борьба за власть идет на уровень рукопожатия и жестов каких-то. Есть ли какие-то такие, ну, какие-то ключевые моменты, на которые можно обратить внимание, даже не зная весь протокол и весь этикет, ну, вот заметить? Простой человек это не заметит просто. Это обычно простые люди не замечают. Это замечают журналисты, это замечают люди, которые все время находятся, и журналисты тоже учатся протоколы. Если он там, он тоже должен знать. Тем более иногда бывает, что не знают, особенно когда молодые, да, и они что-то послушали там, где не надо, и начинают все это там, там, чего-то там писать, говорить, и потом получается, что, в общем-то, не прав. Ну, хорошо, как лидер может показать другому лидеру, что он больше лидер? Вот на уровне рукопожатия, приглашения на встречу. Ну, скажем, возьмем Путина, который очень-очень, уже несколько лет, очень серьезно сидит, прямо, четко, очень ноги раздвигая, каждый год по сантиметру больше и больше. Я скажу, что чуть-чуть он уже перегнул, по-моему. Хорошо. Потому что, ну, понятно, что как-то так, да, он так серьезно так сидит. Основательно. Основательно, да, правильно. Да, что касается рукопожатия? Одна рука выше, другая под рукой, вот что вот здесь? Ну, это смотря, а как, если кто-то меня начинает, вот меня, например, никто не подвинет руку так, как ему хочется. Я даю и даю. Это не важно, потому что человек, который... Рукопожатие – это очень хорошее дело, скажем, да? Потому что рукопожатие, когда ты даешь другому человеку, это понятно, да? Сразу тебе понятно, с кем ты имеешь дело. Как это можно понять? По силе рукопожатие. Там вообще есть такие, только несколько таких у людей, да, и вот через радио я не могу там показать, да, но там есть такие четыре, по-моему, да, одни такие, ни рыба, ни мясо, да, когда ты приложишь руку там, и вообще самому уже неприятно, да? Потом начинается там один вариант, когда ты берешь только за ногти человека, и что-то там трясешь, да, у него. Потом идут дальше уже первые вот эти... Фаланги пальцем, да. И потом уже идут вторые, а человек должен вот с этими местами встретиться. С большими пальцами встретиться. Да, да. И все. И тогда все в порядке. И ты даешь руку, если меня можно повернуть, когда хочется, например, вам, он рад, а я тоже тогда. Надо было держать ухо востро. Ну, это во-первых, но, понимаете, это надо очень учиться. Потому что, например, если человек очень мягкий, да, то он будет востро ухо держать, или не будет, все равно его повернут как надо. Это же был очень известный момент, когда Путин и, мне кажется, Джордж Буш, я могу, правда, ошибаться, то есть у них было рукопожатие, ну, это был американский, прямо сейчас российский лидер, было рукопожатие, на что Буш руку Путина повернул, а Путин вместо этого накрыл своей рукой сверху. Ну, то есть... Ну, молодец. Он сделал борьбу, кто будет. Он правильно, он молодец. Потому что, ну, и, понимаете, лидерами тоже, они же не разговаривают о том, что и как их там охраняют чисто. Ну, скажем, есть люди, которые охраняют его, чтобы он не получил не ту энергию, которая надо. Там же все очень сложно. А Фейсбук, вот мы сейчас перейдем к этим социальным сетям. Что должен, может, может выкладывать политик в социальные сети, там, Инстаграм, Фейсбук и так далее? Себя с семьей, себя на пляже, застолье. Можно ли, вот, ну, где тут, не дай бог, что вот может его погубить образ? Только работа. И Фейсбук – это место, где можно класть только свою работу. И это фактически и твоя реклама. И ты объясняешь людям, что он делает и так далее. Все. Почему кому-то надо знать, где ты с семьей сейчас отдыхаешь? Кому это нужно знать? Это твоя личная жизнь. И все. Если ты туда уехал, туда, если ты там нашел, там, я не знаю, много там что-то в лесу вкусненького, да, там, грибы или что. Ну и что? Что мы грибы не знаем, что это такое, да? Ну там какую-то красивую, ну, может быть, увидел красоту, сфотографировал. Ну, это ничего не значит, да? Это просто, ну, пусть будет там красивый цветок или что, да? Ну, хорошо, пусть так будет. Но никогда свою личную жизнь мы нигде и никогда в Фейсбук, в Инстаграм не вложим. Есть тогда вопрос, ну, скажем, если мы возьмем американское общество, которое, несмотря на всю демократию, очень консервативно, там, например, президентом не может стать человек, у которого нет семьи, детей, он должен быть прям таким образцом, да, образцом семьянина. И тогда, например, фотографии семьи, где вы там, я не знаю, просто ходите за грибами, она может сыграть в плюс, потому что твои избиратели подумают, вот какой добропорядочный семьянин, будем за него голосовать, например. Да, но это тогда, если это реклама, и он собирается быть президентом или кем-то там, да, тогда это его реклама. Но ниже каждый человек, например, у меня тоже в Фейсбуке есть, ну, иногда бывают разные фотографии, но они все связаны с моей работой, с моей школой дипломатии, где мы работаем, с какими людьми, с президентом и так далее. И там, где я читаю лекции и так далее, и так далее, и так далее. Но ни одной персональной фотографии с моими родственниками там нет. А что у нас, вот, например, министр благосостояния Рамона Петрович, на который обрушили за фотографию в социальных сетях, там она была изображена на пляже, в купальнике, да, и это было еще до того, как она стала министром. То есть, что в такой ситуации? Извините, но она же не работала уборщицей, да. Она тоже работала где-то там, ну, все-таки имела какой-то статус, да. Я не помню, где-то она работала. То есть, что ей нужно было сделать в такой ситуации? Ей ничего, ну что, она не может на себя посмотреть. Ну, извините, это так, ну, как-то так, знаете, смешно. Есть психологические проблемы тогда у человека. Надо удалять фотографии. Если он себя... Да и класть туда не надо было даже до того, что она меня... Ну, ладно, можно... Подождите. Если человек, даже в детстве, им надо учить, извини, ты никогда не знаешь, кем ты в жизни станешь. И не надо ничего никуда класть ни то, ни то, ни это. Особенно так в молодости. А, ну, пошутили там, ла-ла-ла-ла-ла, да. Пошутили. А потом, посмотрите, сколько там всяких не вы... Не лезут, да, разные... Ну, Меган Маркл, Меган Маркл, она, в принципе, снималась даже в постельных сценах, это не мешало ей выйти замуж за птиц. Нет, но там потом она поудаляла все свои инстаграмы. Ну, она не удалила потом это все, конечно, и так далее. Поэтому ей тоже, ей же тоже не было. И до сих пор непросто там быть, да. Так что это так. И то же самое я хочу сказать за татуировки. О, это вот... Когда люди делают татуировки в видных местах. Зачем? Где логика? Поговорим с вами после эфира. Где логика? Ты же можешь татуировку сделать каждую неделю свою. Тем более из всех материалов, которые у нас есть, да. И когда ты, может, станешь каким-то министром, например, ну, кем-то там, да. И у тебя там одно дело, когда ты там художник или, ну, такой человек, творческий человек и творческая жизнь, да. А если ты станешь кем-то там, да, тебе все равно надо здесь все это удалять. И зачем в наше время, когда есть столько возможностей, каждую неделю делать свою? Это же выход из ситуации. И не больно. У нас есть еще один звонок, да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, мне все хотелось спросить, вот такой вопрос. В советское время всегда отличались западные люди, советские по зубам. Да, там обычно было идоли, видно, что вот западных людей там хорошие зубы, а советские там золотые коронки и так далее. Вот почему нашим первым лицам государства это был Берзин, Берзин, Чвейван, Кучинский, ну и так далее. Почему никто их окружения не скажет сходить к дентисту? Они представляют страну и иногда, ну, действительно, немножко не то что стыдно, но непонятно, почему они не могут привести себя в порядок. А что вы имели в виду конкретно? Я уже разъединился. Но я понимаю, что плохие зубы. Если вдруг, ну, вот у политика может быть, ну, не очень кривые зубы, то есть... Так, ну, во-первых, я с этими людьми знакома лично и очень близко, и на них смотрела и разговаривала, да. То бишь, я не видела никаких таких зубов у них, которые... Я, например, тоже человек, который тоже смотрит на зубы. И когда я читаю лекции, например, конкретно преподавателям, да, учителям, и когда я говорю, извините, дамы, но не можно стоять в классе, когда у тебя нет какого-то зуба. Это очень важно, да. И у нас очень... Вот как-то не знаю, почему. Пусть извиняют мне учителя, но это правда. Но я бы не сказала, что у Вейюнса и у Берзинча были что-то не в порядке зубы. Я их видела очень много в своей жизни и очень близко. Я с ними очень долго разговаривала. Если человек, конечно, шлюпстает, ну, каждая... Шлюпстает, да, шипелявит. Шипелявит, да, например. И Берзинь шипелявит чуть-чуть, если так, может быть, когда мы так думаем, да. И Вейюнс, у Вейюнса ведь не литерарный латышский язык, да. И, может быть, человеку как-то, ну... Такое чувство появилось, что у него зубы не в порядке. Но у них все очень даже в порядке. Это я могу сказать точно. Вот так вот. Береги зубы с молоду. Нам пора заканчивать наш эфир. Мы сейчас перейдем к обзору прессы. Ну и, да, действительно, получается, что наши латвийские политики, вот если подводить черту, все-таки учатся этикету, и, в принципе, мы выглядим достаточно, ну, неплохо. Симпатично. Ну, я скажу так, что, в принципе, неплохо. Если посмотреть, как бывает, ну, где-то и так. Но всегда ведь люди бывают разные, которым доходит до... Через два года только что ему надо делать, а другому вообще не доходит. Спасибо большое. Специалист по этикету Ая Страутмане сегодня была в нашей студии. Большое спасибо и до новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok